Добрый день, меня зовут Михаил, я инженер департамента Matworks. В этом видео я расскажу о моделировании архитектуры процессора MIPS в Simulink. Я начну с небольшого введения в Matlab. Matlab это лидирующая среда для технических вычислений. Это де-факто индустриальный стандарт, высокорудневый язык для программирования и разработки алгоритмов. Matlab предоставляет возможности для анализа данных в визуализации, а также численных расчетов. Matlab расширяется пакетами инструментов для обработки сигналов, обработки изображений, статистики, оптимизации, символьная математика и многое другое. Matlab является основой для всех продуктов Matworks. Simulink это лидирующая среда для системного моделирования, симуляции и верификации систем связи, электронных систем и систем управления. Simulink это графическая среда моделирования, использующая блок схемы для многодисциплинарного системного моделирования и верификации. Simulink позволяет моделировать цифровые, аналоговые и смешанные системы, содержащие дискретные, непрерывные и событийные логику. Мы можем разрабатывать алгоритмы Simulink, используя арифметику в плавающей и фиксированной точке, с использованием Matlab, блоков Simulink, существующего C-кода, а также StateFlow. Simulink, также как и Matlab, расширяется, предлагая решения для систем управления, систем обработки сигналов, видео, изображений, систем связи, радиочастотных систем и других областей с применением системного инжиниринга. Используя Simulink мы можем генерировать C++ код для DSP, генерировать VHDL или VRLO код для PLIS. Таким образом мы можем разворачивать наши модели на DSP, встраиваемых процессорах, и PLIS. Итак, какая задача стоит перед нами? Мы хотим смоделировать работу микропроцессора архитектуры MIPS. Зачем или почему мы хотим это делать? Во-первых, хотелось бы лучше понять работу микропроцессора в целом и разобраться в архитектуре MIPS в частности. Такая модель будет хорошей основой для обучения студентов соответствующих профильных специальностей. И эта модель может быть основой для дальнейшего усложнения, уточнения и детализации архитектуры. Ну и, конечно, одна из немаловажных мотиваций, потому что я могу. И настоящая мотивация заключалась в этой замечательной книге «Цифровая схемотехника и архитектура компьютера». Книга Харрисов, которая была переведена на русский язык. И это спонсировалось компанией Imagination Technologies. Эта книга рассказывает про микропроцессоры, начиная с транзисторов и заканчивая прикладным ПО высокого уровня. Это одна из диаграмм из этой книги, которая показывает однотактный процессор MIPS, в котором вы видите память инструкций, регистровый файл, память данных, арифметикологического устройства, устройство управления. И когда мы смотрим на такую диаграмму, то она для многих людей, которые даже не являются по своей специальности разработчиками микропроцессоров, она является понятной для них, читаемой. Поскольку мы видим, из каких компонентов она состоит, мы видим интерфейсы между этими компонентами. В противоположность соответствующему коду на System Verilog, который представляет тот же самый тракт данных, где для того, чтобы разобраться, что у нас здесь происходит, необходимо вчитываться, разбираться, смотреть, что у нас, какие есть компоненты, какие интерфейсы между этими компонентами. Поэтому представление модели или системы в виде визуальной блочной диаграммы гораздо более наглядное и удобное для многих людей. Поэтому, как мы это будем делать? Мы будем использовать Simulink как инструмент для создания блок-схем, описания потоков данных и потоков управления и визуализации. Давайте перейдем к модели и посмотрим, как выглядит модель. Это верхний уровень модели, на котором представлен непосредственно процессор MIPS. Вы видите, что на вход он принимает инструкцию и данные, которые он учитывает из памяти данных, а инструкцию он учитывает из памяти инструкций. В память инструкций сейчас загружена программа из той же самой книжки Харрисов, которая написана на машинном коде MIPS. Память данных представляет собой блок RAM, собранный или созданный из базовых стандартных блоков Simulink. Еще я запустил обновление модели, и мы можем видеть здесь, например, размерности и типы данных. Если зайти в процессор MIPS, мы видим здесь тракт данных и устройства управления, которые связаны друг с другом. В тракте данных мы видим различные мультиплексоры. И здесь, например, рассчитывается счетчик команд. Здесь находится подсистема, в которой разбираются наши инструкции. Соответственно, мы получаем различные биты из этих инструкций, чтобы понять, что необходимо выполнять нашему процессору. Здесь также есть регистровый файл. Здесь есть несколько реализаций этого регистрового файла. В частности, четыре разных реализации. Какие-то из них более эффективны с точки зрения результирующего HDL. Какие-то более наглядны для симуляции. Мы используем вариантные подсистемы для того, чтобы переключаться между разными вариантами реализации этого регистрового файла. Здесь также есть арифметикологическое устройство, которое, как вы видите, реализовано на языке MATLAB. Там, где нам удобнее, мы используем MATLAB как язык программирования для описания того, что мы хотим получить. Где-то, где удобнее, мы используем Simulink, как вы видели до этого. А где-то, как, например, в контроллере, один из вариантов основного дешифратора сделан при помощи диаграммы StateFlow. Таким вот образом. В модели также есть документация, используя блоки DOCTEXT. Документация на русском языке и на английском языке. Это комментарии, которые вы пишете для этой подсистемы. Они также окажутся в будущем в сгенерированном коде. Используя эту модель, мы можем запускать симуляцию. Запускать симуляции. Смотреть, как работает модель, используя инструмент Simulation Data Inspector. Например, здесь у нас в этом прогоне показаны значения блоков RAM. Мы можем посмотреть на инструкцию и на счетчик команд. Чтобы понимать, что происходит в нашей модели. Например, мы видим, как счетчик команд здесь увеличивается. И видим соответствующие инструкции, которые соответствуют этим командам. Мы видим, как наша система отработала здесь 20 тактов или 20 циклов. Как вы могли заметить, это простой однотактный процессор. В качестве эталона для разработки было выбрано эталонное описание процессора из книги Харрисов. Но теперь, используя такую модель, как платформу, вы можете усложнять, детализировать, например, тракт данных, добавлять сюда несколько стадий или добавлять реализацию новых машинных команд. Simulink также позволяет автоматизировать различные мероприятия. Например, по результатам работы этой программы, по адресу 84 должно записаться значение 7. Соответственно, у меня здесь есть ярлык в этой модели, который запускает скрипт, который запускает симуляцию и проверяет, что результаты соответствуют. Можно посмотреть на этот скрипт. Он буквально самый простейший. То есть мы просто проверяем значение RAM, то, что у нас равняется 7. Вы видите, что симуляция работает достаточно быстро, поскольку это очень популярный вопрос о скорости симуляции. В принципе, он показывает, что время симуляции 1 секунда, но это ни о чем не говорит, поскольку если я увеличиваю число шагов, то он, в принципе, похожее время будет показывать. Вы должны понимать, что симуляция – это не система реального времени и не какой-то фреймворк для верификации различных аспектов, связанных с частотными характеристиками, которые мы могли бы наблюдать на реальном процессоре. То есть ничего такого мы, конечно, не можем здесь увидеть. Это исключительно такой алгоритмический, высокоорудневый инструмент, который позволяет нам быстро и практично проанализировать то, как работает наша система. После того, как мы убедились, что модель работает корректно, мы можем сгенерировать HDL-код из подсистемы MIPS. Мы можем генерировать HDL и Verilog-код на выбор. Открылся отчет по генерации кода, в котором мы можем посмотреть настройки, можем посмотреть различные отчеты по использованию ресурсов, отчет по трассируемости, который показывает, как каждый блок модели соответствует соответствующей строчке кода. В самом сгенерированном коде вы видите, что это читаемый, портируемый, в смысле переносимый и независимый от MATLAB-а верилог код. Вы видите, что в коде вставлены комментарии, которые содержатся в оригинальной модели Simulink. Если требуется понять, из какого места модели был сгенерирован этот код, мы можем щелкнуть по ссылке, перейти к соответствующему месту модели или кода MATLAB, как в данном случае. И также мы можем наоборот от модели переходить к соответствующему месту кода HDL. После того, как сгенерирован HDL-код, мы можем провести верификацию этого кода при помощи HDL-симулятора. Модель, которую вы здесь видите, была автоматически сгенерирована. Я запущу симулятор, в моем случае это квеста-сим. Что в этой модели содержится? На верхнем уровне вы видите оригинальную подсистему MIPS, которая включает модель в Simulink, тракт данных, контроллер, а ниже блок, который представляет собой интерфейс между Simulink и ModelSim. Есть различные настройки в этом блоке, входные и выходные данные, связь с симулятором. Этот блок создается автоматически, и вы увидите, что входные данные через эти интерфейсные блоки поступают одновременно на вход модели Simulink и на HDL-симулятор. И возвращаются обратно в Simulink для анализа и верификации. Когда мы открываем квесту Sim, то увидим, что в ней автоматически создается проект, с подключенными автоматически сгенерированными файлами, и квест готовый для ко-симуляции Simulink. Когда мы запускаем симуляцию модели, модель симулируется совместно с кодом в ModelSim, и можем посмотреть на графиках, что результаты совпадают. На верхнем графике показаны результаты из Simulink, на нижнем из ModelSim и внизу график ошибки. Это график для переменной для сигнала alu-result. И мы можем посмотреть на те же самые сигналы в квесте, если нам удобней, чтобы сравнить их с тем, что мы видим в Simulink. Если подытожить, то мы увидели, как в Simulink разрабатываются основные компоненты этого микропроцессора. Как мы визуализируем результаты симуляции в Simulink, запускаем тестовую программу, генерируем HDL-код при помощи HDL-кодер нашего генератора кода, и используем HDL-верифайер для автоматической верификации того, что сгенерируем код соответствует функционально модели. Итак, в результате мы создали простую модель однотактового процессора MIPS. Эта модель симулируется, удобно визуализировать результаты. Из модели синтезируется читаемый, портируемый HDL-верифайер-лок-код, и результаты симуляции модели и верификации с HDL-симулятором совпадают. Модель может использоваться для обучения студентов, и такая архитектура может легко расширяться, уточняться и детализироваться. Если вы хотите попробовать это самостоятельно, то вы можете зайти на сообщество пользователей MATLAB Central, а именно на FileExchange, ввести в поиске MIPS Simulink, и вы увидите модель MIPS процессор in Simulink, которой вы можете воспользоваться. Для получения дополнительной информации, включая демонстрационные версии, вы можете связаться с департаментом матворкс в России, написав нам на почту или обратившись через наш сайт matlab.ru Спасибо за внимание.